Всем привет! Мальчики, что происходит? Игнашка, просыпайся! У нас суббота, и сейчас мы с мальчишками приехали на курс по флористике. Господи, на занятия по флористике. Юленька, которая делала мне рождественский венок, пригласила нас. И я, честно говоря, не в курсе, что именно мы будем делать. Она говорила, что какие-то рождественские украшения, ну или новогодние. Вот, это очень интересно, и поэтому мы с мальчишками вот так проснулись пораньше. И приехали пораньше, на 11. Просто с детьми в субботу выйти, еще Томак начал стирать шторы там. И вообще... Короче, такая предпраздничная суматоха. Еще я хотела бы дозаказать остальные украшения у Юли. Мне очень понравился ее подарок. И теперь вот хочу стать ее клиентом. Все, пойдем посмотрим. Я надеюсь, что мальчишкам понравится. А то они такие ребята, что детей вообще сложно сейчас чем-то удивить. Пойдем. Какие дружные. Иногда. Но, по желанию, если вам нравится, то можно их укорачивать. Да? Да. Передем, как бы, когда ты должен привык. Мне могу придовать туда его. А, вот видишь? Да, Захарочка, вставляй. Эй, сейчас ты тебе поможешь. Вот Юля обрежет. Вот, нам не будет. Вставляй, Захи его. Ну, какой у тебя уже пышный динвольчик. Игнаш, теперь мы еще будем делать? Да. Теперь мы будем добавлять. Юлька, а можно нам, пожалуйста, тоже такие пушистые что-то? Да, конечно. У нас как-то запарит. Это моя штука. Это моя штука. Это моя штука. Это не большая. Это не большая. Катя, беру большая. Может, вот так вот. О, Иннаш, вставляй ежику. Подожди, отчуда вы это приносите? Если ты вставляй, смотри, ежику сюда, вставляй. Тут. Тут. Ну, хорошо. И вот, смотри, вот такая палочка. И вот это, Лето, чем за вашим динвольчиком. Сейчас, ровно. Есть. Есть. Да, мы не имеем. Юля тут подготовила обе шишечки всякие. И вот разные украшения. Лопок, звездочки, приправы. Разбираем все, что это такое. Как вы называете, девчонки? Осторожно, Захар, это очень горячее. Это пистолет. Вот Захар украшает. Какие украшения. Какие украшения. Какие ароматные. А можно поднимать, Захар? А давай, как вы украшаете. Где вы хотите? Вот готов второй веночек, который мы делали с Игнатом. И я говорила, что в этом году я очень хотела бы сделать венок сама. И вот видите, так получилось. Я же говорю, что все знакомства не случайны. Всем привет. Доброе, но немножко пасмурное утро. Зато я включила звезды. Сразу как-то так уютнее. Непонятно, то ли вечер, то ли утро. У нас в кухне тоже вот эта звезда из Икеа. У нас тут произошла целая история с ними. Сейчас покажу вам. И помните, мы с вами вместе были в Икеа. И я покупала вот эти полотенчики. Разгладила, все повесила. Сейчас буду завтракать. У нас понедельник. Наверное, завтра буду монтировать это видео. Возможно, вам пригодятся мои идеи. Я отправляюсь за подарками. И сегодня у меня на завтрак творожок. Просто потертое яблоко и корица. Очень вкусно. Можно еще добавить меда. Я не помню, у меня сладкие яблоки или нет. В общем, решили мы постирать шторы. И Томак начал их снимать тогда, когда звезды висели. И он порвал две звезды. Сколько же времени было потрачено на то, чтобы снова найти эти звезды. Так как их очень быстро раскупают. И остались только красные, какие-то там золотые, более яркие. И вот Томак где-то там откопал большие звезды. В этом году так. Сама накаркала. Помните, в прошлом влоге я говорила, что Если вдруг что-то произойдет, то докупим только вот эту часть из картона. Так, собственно говоря, и получилось. Маленькая елочка за окном. Она тоже украшена такой небольшой гирляндой. Она работает от батареек. И сейчас батарейки сели. Томак ставил какие-то старые. Нужно докупить сегодня. И вот вы мне писали, что К этой лампе Больше подойдет белый кабель. Я абсолютно с вами согласна. Но это же надо доехать, купить, вы понимаете. Это самая большая проблема. Здесь веночек, который мы делали с малышами. Один и второй Лежит там на столе. И один из них, к сожалению, или к счастью, не знаю, Нужно будет завести в дом в Сковине. Так как мы убираемся там. Мы ухаживаем. Томак постоянно там Следит за растениями. Вот. Ну и хочется, чтобы Арендаторам тоже было приятно. Чтобы такая была, знаете, Рождественская атмосфера. Здесь этот веночек, скорее всего, И останется. А второй я показывала вам или нет? А вот веночек, который делал Захар. И вот с одной стороны посмотришь, Вроде немного всего. Но поверьте мне, что здесь столько разных элементов. И желуди, и перцы, и какие-то орешки, звезды. И вот что-то блестящее. Я уже купила несколько первых подарочков. Дома вам все покажу. Сейчас у меня перерыв. Так захотелось чего-то теплого. И зашла в Старбакс за кофе. Казалось, что у них есть каша. Причем это пшеная каша. И она идет с орешками, С всякими тут зернышками и с медом. Вкусно. Пришла в Зару за курткой для Захара, Которую я присмотрела ему онлайн. И как раз размер был в наличии и взяла. А мой наряд на шопинг выглядит так. Кофта у меня тоже из Зару. Покупала ее в прошлом году. Но в этом тоже похожее есть. Очень классная. Мне она нравится. Юбка куплена на распродаже в Манго. Сабрина Пелевич. И Батфорта тоже из Зары. Они, кстати, очень удобные. Немножко сползают, но как каждое. Вот вы иногда ругаете меня за длинный медиум. Но такая старческая. А Мини мне как-то настолько некомфортно уже. Это странная модель юбки. Она надувается из-за карманов. Я как будто в положении или нет. Вот такой наряд у меня получился. В принципе, ничего. Но брать не стану. Абсолютно не с этим нарядом. Но мне они настолько нравятся, что я их возьму. Это такие брюки из эко-кожи или скорее даже леггинсы. Они сидят прям сильно по фигуре. С такими ботинками я их точно наносить не буду. С какими-то более грубыми, байкерскими. Они нигде ничего не пережимают. Сидят как влитые. Поэтому однозначно возьму. Мне нравится. Меня буквально ветром занесло в вершку. И посмотрите, какие классные джинсы. И при этом такие плотные, совсем бюджетные. И я хочу себе обувь. Белую. Но только кожаную, но и на большой подошве. Вы можете посоветовать. Только не такого, как поленсиага. А что-то более аккуратное. Вот. Классные штанишки. Доброе утро. Я себя чувствую как в старые добрые времена. Еще недавно пересматривала старый влог. Слышите, да? И точно тот же период. И мы все болеем. И я в таком же виде. И в таком же состоянии. И в таком же настроении. Я очень сильно расстраиваюсь, когда детки болеют. Кстати, я не помню, когда у нас были какие-то простуды. Так что тфу-тфу-тфу. И так все нормально. Но я хотела бы все-таки поехать к педиатру. Чтобы он посмотрел Игната. Потому что мне не нравится его каша. Я достала наш ингалятор. Но у меня нет специальных лекарств. Нам по рецепту выдают какой-то такой раствор для ингаляции. И тогда ему моментально становится лучше. Не хотелось бы затягивать. И потом перед самим праздником, перед Рождеством куда-то бегать. И что-то искать. Как обычно все заняты. И короче говоря, знаете как это бывает. Так что сейчас поедем в поликлинику. Если там не будет много людей, то поснимаю для вас. Возможно вам будет интересно посмотреть, как это выглядит в Польше. Причем мы едем в небольшую поликлинику. Так что посмотрим. Пока Игнашка занята играется, давайте я покажу вам, что же я купила. Несколько вещей, которые я планировала приобрести, не были доступны. Распроданы. Я хотела купить ультразвуковые щетки Philips. Где-то вычитала, что на них неплохие отзывы. Я пользуюсь Asahi. Но это японская не оказалась в Польше. И как обычно, в последний момент вспоминаю, что хорошо было бы что-то там купить. И поэтому все-таки остановилась на Philips. Я купила их онлайн. И надеюсь, что они приедут до Рождества. Но я поговорила со свекровью. Если вдруг что, я подарю ей что-то из косметики. А потом уже после праздника вручу ей подарок. Ну, такое тоже случается. Ой. В некоторых случаях я знала, что хотели бы получить в подарок наши близкие. Вот, к примеру, папа Томака говорил, что он хотел бы себе большой, качественный зонт именно такого плана. И я нашла в бренде Samsonite. Приклеилась? Отлично. Это зонт-трость. И мне понравилось, что ручка и сама вот эта конструкция как бы сделана то ли под дерево, то ли из дерева. Но сказали, что он прочный и дали на него два года гарантии. Он очень большой. Еще в Starbucks увидела вот такой термос. Папа Томака таксист. И я решила докупить ему еще и термос. Пусть согревается в холодное время теплым чаем или пьет вкусный кофе летом в любое время года. Так, здесь у меня куртка из Зары. Я купила ее Захарчику. Здесь у меня неудачные заказы из Зары, которые отправятся обратно. Какую-то бумагу докупила для того, чтобы красиво все упаковать. Это я сниму в отдельном влоге, где мы будем наряжать елку. У нас до сих пор нет елки, потому что мы ждем мою маму. Для того, чтобы красиво упаковать подарочки, я еще и купила вот такие деревянные звездочки. Они не были дорогими, но мне это доставляет огромное удовольствие. Я понимаю, что это на несколько минут. Но все равно мне очень нравятся вот эти шнурочки. У меня есть крафтовая бумага и более нарядная. Я надеюсь, что красиво получится. Я уверена, что красиво получится. Это любимый аромат брата Томака. Он попросил его в подарок, потому что я спросила, что он хочет. И он сказал, что он уже много лет пользуется этим ароматом. Классический мужской. Настолько универсальный, что многим понравится. Ничего особенного. Нет никаких ассоциаций. Просто приятный мужской аромат. Это Hyuga Boss. Видите, как он называется? Короче говоря, выглядит так. И он не очень дорогой. Мы не покупаем какие-то прям дорогущие подарки. Слушайте, это смешно. Потому что я давно хотела себе вот этот чехол для телефона. У меня iPhone X. В принципе, мне без разницы. Я люблю просто айфоны. Мне ими удобнее пользоваться. Они интуитивные. Я не гонюсь со самыми новыми моделями. Но однозначно отдаю предпочтение именно этому бренду. Когда у меня был Samsung, он задает столько много вопросов. Там нужно выполнить столько действий. Там столько разных удобных, наверное, приложений. Но для меня это слишком. И вот эти вот чехлы очень часто распроданы. И я сказала Рафалу, что я хотела бы его. Когда я увидела, я написала ему. Говорю, слушай, есть продажа один. И так как сейчас все покупают подарки, я говорю, давай я его куплю, а ты мне его подаришь. Это очень забавно. Но я просто действительно хотела его. Он прикольный. Внутри какие-то шарики, блестки. Он прозрачный. Я показывала, что подружке на подарок своей Насте я купила масло для тела и массажер от Body Shop. Ну, я знала, что она хочет, и мы вместе это покупали. А Стасу я купила вот такую бутылку с фильтром, которую можно наполнять любой водой. Ну, из крана. Не из непонятных источников. И вот этот фильтр отфильтрует 300 бутылок воды. То есть любую воду набираете, и она будет годиться. И она будет пригодна для употребления. На нашем ужине также будет прабабушка деток, то есть бабушка моего Томыша. И я видела, что у нее есть кофейный столик, за которым они устраивают чаепитие. Причем регулярные. К ней постоянно приходят подружки. Иногда приезжают родственники. И у нее там стоит свеча, которая уже несколько месяцев практически сгоревшая. И в TK Max я нашла такой вот то ли серебряный, то ли он просто покрыт серебром. Короче, это подсвечник. И докупила свечу. Я знаю, что Раппл купил ей какой-то красивый шарф. И мы все это объединим, и получится вот такой подарок. Если вам интересно, что мы купим деткам, то секунду. Очень нужная покупка зимой. Я согласна. Но я столько раз ловила себя на мысли, что мне не хватает вот таких черных, спокойных, лаконичных, максимально универсальных босоножек. Каждый раз, когда я хотела их приобрести, то не было моего размера, то ли не было какой-то модели, которая бы устраивала меня. Поэтому даже зимой, когда я увидела кожаные вот такие босоножки, я решила взять. У них удобный, устойчивый каблук. И в следующем году у нас вроде как намечается торжество. Я еще не знаю, что я буду надевать и когда именно это произойдет. Но это модель вне времени, поэтому если вы хотели себе что-то такое, то вот в Заре продаются базовые черные кожаные босоножки. А деткам мы докупим набор плеймобиль. У нас есть больница, полицейский участок. И что-то там они еще хотели. Томок в курсе. Я еще не успела вникнуть. Это такие человечки. Очень классные. И если бы в моем детстве были такие наборы, я бы, конечно, обалдела от счастья. Прям все как в реальной жизни. И сейчас то ли мальчишки растеряли, то ли разбомбили. Но здесь много таких мелких деталей, которыми можно играться. И носилки, и даже папки для документов, и мыло, и что-то там для дезинфекции рук. Где-то был еще и операционный стол. В общем, классный плеймобиль. Нам очень-очень нравится. Сейчас, мама найдет телефон. Игнаш, где твоя собака? У Игнашика любимые игрушки. Вот, одну носит мама. Держи. А вот Игнашкина собака. Держи, держи, кот. Надеемся, что все будет хорошо. А то не хотелось бы на праздники болеть. Вот как назло. Это небольшая частная поликлиника, которая сотрудничает с государством. И мы записались сюда еще пять лет тому назад. Даже больше получается, как только родился Захарка. И если вы платите государственную страховку, а здравоохранение в Польше платное, то без проблем можете сюда приехать и посетить врачей первого контакта, как это называется в Польше. Здесь же есть УЗИ, какие-то процедуры, можно ставить анализы и аптека. Здесь инвалидная коляска. Если вдруг кто-то приедет, то все обстроено таким образом, чтобы сюда можно было заехать. Так выглядит поликлиника внутри. Здесь телевизор. Даже кондиционер есть. Красивое освещение. Вот так. Такие удобные кожаные диваны. По бокам сидят пациенты, поэтому мы не будем снимать. Здесь вот красный такой. Читаем, Игнашка. А это какая мужчина, Игнаш? Это цистерна. Цистерна. Цистерна – это вельки поемни, губни, напойные газы, умещенные на самом ходе. Ну, ничего прям суперсерьезного. Ну, такой пакетик лекарств. 20 баксов. Время обеда. Игнашка такой голодный, что не успеваем доехать домой. Заехали в кафе в Псковине, где мы жили раньше. И здесь такой комплексный обед с зупом, прям с такой нормальной порцией. Вот два вторых блюда на выбор. Куриное филе с картофелем и с каким-то салатом. Все это стоит около 7 долларов. Вот такой порции нам хватит на двоих. Такой выход из ситуации. В поликлинике вообще очень часто в больницах выдают наклейки. Хороший пациент. И мы уже парочку наклеили. Игнаша, приклеишь маме? И Игнат все взял в двойном экземпляре для себя и для брата. Он постоянно заботится о нем. И игрушки тоже требует для себя и для брата. Боже, ребенок больной. А мы приехали за покупками. Так как мы одни дома, есть что-то надо. Ой, господи. Кофе возьму, чтобы как-то это все выдержать. Планирую делать котлетки, поэтому возьму обычную белую булочку. Мне нравится, что в Лиле у нас, в Польше, есть хлеб, который полностью состоит из зернышек. Или вот такой ржаной, темный-темный. Я хочу верить в то, что он не покрашен, а действительно такой и есть. Вот такой хлеб здесь дрожжевой я беру для себя. Игнат просит круассан. Огромнейшая полка с разными биопродуктами. Начиная от соков, заканчивая какими-то закусками. Я где-то видела даже приправы и мука здесь. Вот то, что я могу купить в таких магазинах, я покупаю здесь. Если нету, то я заказываю на Айхер. Видите, масла разные и оливковое масло. А орехи уже обычные. Наверное, я себе возьму молоко какое-то, типа молоко рисовое. Это так называемый дисконт-магазин. И вы только посмотрите, какой здесь выбор разных фруктов и овощей по нормальным ценам. Конечно, это не то, что можно есть прям каждый день, потому что манго дешевым не бывает, так как оно привозное. И есть такие фрукты более экзотические, которые все-таки стоят конкретно. Но этот магазин здесь считается недорогим. Вот черешни перед Новым годом я еще никогда не видела. Теперь, мне кажется, я видела уже все. У моего папы когда-то росли белые баклажаны. Не помню, мама сейчас их выращивает. Но таких баклажанов я еще не видела. Я сначала подумала, может, это какие-то огурцы. Потом думала редис. Но фиолетовые баклажаны. Реально, баклажаны. Я в шоке. Огромный выбор мяса. И, кстати, в этом магазине есть более натуральное, скажем так. Ну, то есть, не знаю, на упаковке пишут, что оно из какой-то чистой фермы. И здесь вот почему холодильник открыт? Ну, кто так делает? Вот, к примеру, я беру индейку без антибиотиков. Еще мне нравится, что здесь каждую неделю разные акции. Допустим, итальянская неделя, португальская неделя, какая-то там греческая. Я не знаю, какая сейчас, потому что я не следила. Возможно, просто рождественская. Но здесь есть и премиальная линейка продуктов, как вот эти. У них вроде и состав лучше. Не всегда нужно проверять. Но иногда привозят что-то такое прям в красивых упаковках. Покупаешь, я никогда бы не подумала, что это из какого-то дисконт-центра. Называется эта линейка от Deluxe. Наверное, вы меня видели. И оливковое масло, кстати, мне нравится. И здесь вот я тоже покупаю разные свои масла. Как видите, фисташковое масло. Здесь грецкого ореха. Снова фисташковое. Ну, много всякого. Здесь красивые, наверное, вкусные закуски. Не все здесь прям суперклассное. Но иногда, когда хочется себя побаловать, тунец в банке. Вот соусы я бы, наверное, не брала. Всякие премиальные сыры, вкусные ветчины, колбасы. Тоже с салями можно купить. В общем, все-все. Очень много. Угарь копченый. Карпаччо уже готовое. Дисконт, да? Прикольно. Тунец какой. Прям в куске. Вот так. Прежде чем я попрощаюсь с вами, показываю новый маникюр. Как видите, мои пальцы на месте. Несколько дней тому назад сделала. Сняла старый гель-лак. Обработала кутикулу. Все нормально. Поэтому я буду учиться. И прежде чем вы купите что-то такое, то желательно посмотрите, как работает ваш мастер. Посмотрите какие-то видео. Я уже в следующем году покажу маникюр от и до. Я как-то немножко стесняюсь. Потому что я не мастер. Я самоучка. Когда-то так было с макияжем. Я надеюсь, что на маникюр я тоже созрею. Правая рука тоже удалась. Я прям вблизи-вблизи показывала все в инстаграме. И я могу сказать, что я довольна на 150%. Все. Пока-пока. До новых встреч уже в рождественском влоге.